Посадил дед репку, но перед этим он перекопал землю и в три ряда посадил репу Петровскую первую. Расстояние между в репке 10-15 сантиметров. Но а как она взойдет, далее увидим. Вот и репка появилась, зелень первая пошла. Вот ботва редискина, а вот репкина. Будет солнышко светить, будет дождик поливать, иногда и мы польем, иногда и травку вытернем. Дальше будем ждать и ждать репку нашу поливать. А репка все растет да растет, дождиком ее поливает, солнышком припекает. Хорошо растет репка, да и сорняк тоже. А чтобы сорняк не заглушил репку, решил я ее замульчировать. Выросла репка, большая. Да не очень. Так зачем звать подмогу, если я и сам справлюсь? Барсик не зови собаку, я и сам вытяну. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец. Что я хочу сказать по поводу репки. Как видите, как я говорил, я ее мульчировал, благодаря этому мне не пришлось так часто ее поливать. Поливал я всего лишь два раза за все время, за все лето. И два раза удобрением, самым лучшим удобрением для зарода. Помните, да, я снимал видео насчет этого удобрения. Да, где-то хорошая редко бывает, где-то немножко меньше. Ну, в целом, хорошая. Хотя, знаете, попадается... Сейчас покажу в одном месте. У меня тут... Так, где? Вот она. А, внутри слизень выявил ее. Там где-то здесь. Я его даже видел. Ужелков, наверное. Да, внутри был слизень. Вот я видел, что это слизень был. И вот это внутри он все увидел. У нас тут слизень вообще бешеные. Они не только съедают там капусту и что-то еще. Они выгрызают там картошку внутри даже. Полностью съедают картошку. Вот тут даже на репку они накинулись. Но в этом году их намного меньше, как я заметил. Намного. В прошлом году было большое забилие. Я думаю, что, возможно, из-за ящериц. Потому что в этом году очень много ящериц. Лягушек-ящериц. Может быть, из-за них... Как-то знаю, что они, ящериц, любят как раз вот есть лепей. А что можно сделать из репки? Ну, на самом деле, я немного знаю, что можно сделать пока что. Но думаю, что-нибудь придумаю. Паренная репа. Очень вкусная она в рагу. Если в овощную рагу добавлять ее. Уже делали так. Вкусно получается. Кто не знает, внутри репка сладкая. Ее можно так кушать просто в сыром виде. А сверху как редиска. То есть немножко так горчить, да, как редиска. Он остренький. То есть зависимости от обстоятельств, можно или обрезать шкурку, или оставлять ее так. Смотря что мы будем есть. Если нам нужно со стринкой, да, так, чтобы салат был со стринкой, мы, конечно, целиком режем. Если же нам не нужно этого, то тогда шкурку обрезаем. Да, выделки рецепт нам легко. Репа петрушка, она, да, как видите, вытянутая, так, а как, плоская, да. Поэтому удергивать ее вообще легко. Не составляет никакого труда. Возможно, у деда из сказки репа другого сорта была. И, видимо, глубоко в землю ушла, чтобы было тяжело удергивать. Видимо, очень большая она была. Так что вот, как видите, здесь есть небольшие репки, такие вот, с кулачок маленький. Есть хороший, большой кулак, а есть гиганткий. Да, вот, например. Вот. Так что, разная бывает репочка. Так что, будем в этом году с репкой. Так, ну сколько вышло, сейчас еще проверю ведро. Помою ее и обрежу. Ну вот и урожай. Наглядно. Из этой грядки получилось, получается, 10-литровое ведро с верхом. Местами репка крупная, хорошая. А мелкая, получается, в том месте, вот у меня в одном вышло, где, получается, две семечки сразу рядом. Тогда прореживать надо, да, если так получается, если вдруг случайно упало, не заметили. Тогда будет все хорошо. Когда по семечку на хорошем расстоянии, репка крупная, если под мульчой, да. Местами поливаем, когда удобрением особенно. Как я сказал, репка крупная, но не очень, да. Можно и большего результата достичь, покрупнее, как у дедушки, да, в сказке. Ботвой замульчировал грядку. Что буду садить в следующем году, не знаю пока на этой грядке. Ну, по крайней мере, заранее замульчировал, положил на перегнивание ботву. В следующем году будет хорошее удобрение. А нам удобрение нужно. Нужны, нужны. Так что спасибо вам за внимание. Подписывайтесь также на мой второй канал. Моя жизнь в 39-м царстве называется. Ну и всего вам хорошего. До скорой встречи. Продолжение следует...